всем добрый день меня зовут ольга вы на моем канале на канале рукоделии сегодня будет просто сумбурное видео разговорного жанра я попробую вас развлечь вы же наливайте чай кофе и пожалуйста присоединяйтесь так но начну я наверное сегодня с процессов своих я совсем недавно показывала видеоролик о продвижении моих трех стартов которые у меня начались в апреле месяце сейчас я покажу на какой стадии находятся эти процессы а потом мы с вами наверное просто плавно перейдем в тему минимализма потому что сейчас это меня очень интересует эта тема а также я отвечу на ряд вопросов которые были заданы мне в инстаграм или же под моими видеороликами так и начнем мы традиционно связание ну потому что это основной сегмент наверное моего творчества вот и у меня сейчас идет процесс по я увижу данный процесс по видео ольги кондратьевой кто наблюдает за ее творчеством тот наверное узнал по видео ролик назывался шик блеск красота ну конечно у нее совсем другие материалы нежели использую я я использую бобинный меринос и бобинный меринос он такой гребеной в полторы тысячи метров на 100 грамм или 1400 метров на 100 грамм и вижу я в четыре сложения перематываю сейчас я об этом тоже расскажу вот на такой стадии они у меня сейчас находится этот процесс находится на такой стадии вчера я оставила себе задачу определиться с рукавами пока я их оставила вот в таком виде но дальше посмотрим рукава очень узкие то есть прям вот с минимальной свободой облиганий и за счет того что данный материал то есть именно меринос это держит резинки а здесь имитация все-таки резинки до получается 3 изнаночных 1 лицевая ну пока на сегодняшний день мне нравится но понятное дело что без обработки без заключительной обработки я примеряю и смотрится это ну так себе сомнительно поэтому процесс движется достаточно быстро то есть дальше до подрезов от подрезов вниз я уже начала вязать полотно просто потому что мне самой интересно что же получится как же сядет это изделие сядет ли вообще и не будет ли это очередным распуском ну такое тоже возможно но я вижу минусы и думаю как же их исправить в процессе уже сбора так скажем этой модели вот и на сегодняшний день это вот на такой стадии находится напоминаю что я тут самостоятельно разбираю пайетки из паяточной юбки которые усыпаны вплоть пайетками у меня есть еще вот такие пайетки на поле меди они тоже будут применены по крайней мере пока я так думаю может быть и не будут посмотрим ну и естественно вот сама бобинка она выглядит вот так пряжа выглядит вот так тоненько и естественно я ее перематываю у меня был намотыш еще в одну нить и я перематывала знаете не у меня нет моталки ну и не вижу я смысла мне не нравятся вот эти клубочки намотанные я уже раз говорила вот эти бобики намотанные и я мотаю вручную ну благо это бывает не так часто вот у меня был намотыш не помню для чего я отматывала нить и в целом получается что из одной бобинки в три сложения методом петля в петлю и из вот этого намотыша 4 но получилось 4 сложения я себе уже намотала будущую будущий процесс работы то есть здесь все готово процесс продвигая дальше что мне мешает в этой работе так это погодные условия которые у нас образовались за бортом вчера вообще была жуткая непонятная погода сначала был ливень потом не успели мы оглянуться смотрим уже вот такие крупные хлопья снега идут это это вот вообще что-то сегодня солнечно красочно кажется что да действительно на улице весна сегодня тепло и ну естественно мне захотелось просто с вами пообщаться повидаться да лицом к лицу они просто руки в кадре это был первый процесс и первые мои продвижения второй процесс тоже очень увлекательный и интересный это пряжа вот такая вот накая стива я про эту пряжу рассказываю себя на канале делаю небольшой обзор и в этом же обзоре рассказываю как я проектировала эту будущую футболку и вот на такой стадии сейчас находится эта футболка ой-ой-ой-ой ну как же как же не потерять ты петельку тут все сложно если потерять так вроде бы хватило разберемся потом вот на такой стадии находится сейчас эта футболка я разместила этот узор у себя в инстаграм узор взят с интернета и это до засвечивает белый цвет мне писали также в комментариях что все засвечено я очень стараюсь вытягивать потом уже свет или уменьшать его но к сожалению это не всегда получается вот и на такой стадии сейчас находится этот процесс то есть до подрезов мне еще в прилично далеко но что же произошло я сегодня разместила значит пост в инстаграм по поводу этого узора как я обычно и делаю в последнее время стараюсь быть полезной просто размещаю у себя в инстаграм схему узоров по которым я что-то вижу не просто так взяла с интернета и просто у себя разместила то как это выглядит у меня в полотне знаете что мне добрый человек написал о том что нет в добрый в хорошем смысле человек написал о том что у вас узор то по бокам другой вы используете нежели прилагаете в схеме я так подумала ну как же я живот вот буквально ну как бы вижу по схеме начала приглядываться и правда узор совсем другое у меня получается у меня какие-то рыбьи кости я их изначально так называла вот этот узор рыбья кость надеюсь вам видно на белом как и на черном показывать не так-то легко и даже ну как бы визуально не обратила внимание что мой узор не похож на тот который который я вижу по схеме в общем и целом когда я сделала вязать будущую майку я как обычно положила телефон до сейчас потому что у меня нет распечатки начала смотреть какой-то фильм интересный параллельно и начала вязать ну естественно я попутала переплетение у меня вот получился совершенно новый узор ну рыбья кость если кому интересно я конечно могу перерисовать его так как я его вижу и разместить еще раз у себя в инстаграм потому что узор получился ну неплохой может конечно есть такой узор уже на просторах интернета но он-то у меня получился случайно но типа авторский ну это конечно смешно это был это была шутка юмора вот это второй процесс он тоже движется все процессы такие интересные увлекательные третий процесс это вышивка я тоже быстренько вам покажу что же у меня сейчас сейчас вышивка у меня вот на такой стадии не могу остановиться от этого процесса давненько такого не было что вот прям очень 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 куда-то торопится сам процесс быть уже реализованным ну как я уже говорила это будет подушка поэтому ну если резюмировать то прям процесс очень очень интересный кто любит такие дизайны но небольшие дизайны детские дизайны до для детей где-то что-то в прикладное применить я бы советовала и для тех кто впервые зашел на канал я сейчас покажу превью как она выглядит выглядит она вот так это фирма овен и называется осенняя мелодия ну в моем понимании так это дружочек вот и это у меня процесс номер три три процесса я ничего нового не завела хотя у меня в голове уже есть планы на самое ближайшее время что я хочу сделать и реализовать но здесь я как сказать здесь я решила перебрать свой гардероб сейчас я вставлю фотографии две которые почему перебрать просто убрать уже такие теплые зимние пушистые вещи шапки шарфы и их уже по любому носить не буду у нас через буквально тут пару дней уже май и в общем и целом поменять гардероб летний на 7 зимний на летний в общем перебирала и пришла к выводу что у меня достаточное количество шапок огромное количество на мой взгляд различных кофточек причем нестандартных да то есть свитера джемпера пуловер нестандартные в том плане что я люблю оверсайз ну такое знаете расхлябанное все связано аккуратно но расхлябанные сами изделия такие не раз мне делали комментарии по поводу того что ну как бы оверсайз не совсем наверное моё но я пока на сегодняшний день в нем себя комфортно чувствую ну естественно вижу то что мне нравится в общем шапочки их очень много и скорее всего осенью я наверное переберу все таки вот эту вот кучу и часть наверное отдам но там есть шапки которые я например вязала мужу и пряжу подсела естественно новая шапка она подойдет сыну на будущее ничего страшного вязала из мериноса комплект тоже для сынишки очень даже будет неплохо поэтому там есть вещи которые останутся жить до будущих времен а есть те которые я наверное все таки уже либо утилизирую либо частично раздам но пока оставила ну просто потому что не знаю сколько шапочек я еще свяжу за лето у меня есть несколько проектов которые именно шапочных проектов которые мне бы хотелось реализовать в жизнь воплотить в общем и у меня еще был в общем я перебрала еще вещи плечевые изделия и поняла что их тоже слишком много но я их настолько люблю каждый из них мне напоминает о каком-то процессе моем творческом до жизненном процессе что-то теплое любимое какие-то такие воспоминания я не могу расстаться связанными вещами но вот но не могу не могу понять по какой причине но не факт остается фактом и тема минимализма конечно мне сейчас в настоящее время очень близко я оставлю вам ссылку на канал одной девушки очень мне понравился ее канал не все конечно видеоролики не со всеми и не со всеми теми выводами на которых она говорит я согласна но это опять же на сегодняшний день но посмотреть очень интересно почему вообще заговорила о минимализме в очередной раз потому что мне тут прилетел как-то комментарий что я жалуюсь по поводу того что не покупаю пряжу и говорю это с грустью в глазах не подарить ли вам пряжу раз вы не можете ее купить но на самом деле это не так я могу наверное себе купить пряжу и заказать ее и радоваться этому но я считаю на сегодняшний день именно в этой обстановке в которую мы с вами попали это было бы эгоистично наверное с моей стороны просто по отношению к люди меня окружающим я реализую свои какие-то потребности до радуясь каким-то мимолетным приобретением могу лишить их какой-то необходимой вещи так скажем да который принесет им больше пользы и радости поэтому я решила ну как бы для себя решила что я не покупаю пряжу в том количестве в каком покупала раньше да я могу себе позволить там недорогую новую пряжу например летнюю до какую-то смесовку моточную пряжу вот недавно я приобрела это белый бамбук и хлопок об этом я уже рассказывала вот то есть недорогие какие-то позиции я могу себе приобрести и порадовать себя это не значит что я жалуюсь это не значит что я как-то хочу сказать что я бедная несчастная отдайте же мне все бесплатно нет и я понимаю девчонок которые продают пряжу да им тоже нужно куда-то ну как бы что бизнес развивался и реализовывать эту пряжу и хорошо что есть люди которые покупают ее но лично я для себя решила что я обойдусь пока теми запасами которые у меня есть я вам тоже краткий обзорчик наверное сейчас сделаю буквально вот там на пару минут в конце ролика что же у меня сейчас осталось запасах и вы поймете что это в принципе достаточно для того чтобы ну беззаботно провести ли это с учетом того что вязание в настоящее время это не жизненная необходимость это времяпрепровождение которое тоже необходимо силу сложившихся обстоятельств вот и что я еще хотел сказать это по поводу минимализма по поводу перебора своего гардероба я тут нашла три вещички с которыми я буду все-таки расставаться несмотря на то что ну как бы как я уже сказал да я очень сложно расстаюсь с вещами которые мне в которые я вложила какие-то силы эмоции и время первая вещь с которой я хочу расстаться это вот этот вот свитер ой ну да джемпер и скорее всего я его просто распущу и реализую его в дачные носки ну я частенько практикую вязание дачных носков почему дальше потому что они всегда из каких-то остатков из каких-то перевязок то есть такие которые не жалко да мне придется здесь отпарывать все вот эти пуговки бусинки полотно очень красивая да все хорошо в нем но я в нем себя некомфортно чувствую не потому что она узкая или какое-то не такое знаете почему я но эта вещь уже лежит не первый год я ее ну надеваю наверное раза два может быть три в год и дома пробовала носить когда было прохладно ну нет вот не лежит у меня душа потому что связано не так и может быть и пряжа домоточное непонятное происхождение просто есть ошибки в вязании которые вернее даже не ошибки она имеет место быть такое какое оно есть у меня есть обзор на эту на этот джемпер не знаю вот просто не нравится даже не посадкой посадка неплохая вот просто не нравится поэтому это однозначно уйдет из моего гардероба уже просто потому что я давала этой вещи шанс каждый сезон неоднократно я буду распускать эту вещь потому что я уже вязала из этой пряжи носки из остатков и они такие достаточно носибельные и цвет хороший вообще может быть какие-то декоративные дачные носки с этими же пуговками придумал я ж никуда не спешу ну просто в силу того что слишком много вещей и слишком много еще проектов впереди вот дальше вторая вещь с которой я тоже хочу расстаться она даже сидит хорошо но здесь очень дешевая пряжа назар там конечно даже был и натуральный состав в пряжи да но вот тоже не лежит у меня душа я надевала эту вещь но от силы раз в этом сезоне здесь и тут затягивала еще просто нитью надо было спандексом затягивать но это все вот эти затянучки в общем здесь это мой первый свитер я назвала его свитер черновик конечно это не свитер джемпер да и первый раз связан регланом сверху я тогда только училась и вот как раз тогда я пришла на youtube и первые видеоролики по реглану рассматривала да как это все вяжется про росток узнала про подрезы и так далее то есть технической точки зрения эта модель уже связано хорошо и относительно правильно но она не носится просто лежит картропе и это вечно выброс но потому что здесь уже ну никак никак ее не распустить не реализовать не не видоизменить здесь закрытие обычное не эластичное и ну в общем но не могу я носить эту вещь имея в гардеробе достаточно хорошие и более менее грамотно составленные вещи с технической точки зрения поэтому эта вещь тоже уйдет из моего гардероба это так мало на самом деле но все же это лучше чем ничего перебирая свои аксессуары я нашла еще вот такую вот вещичку я ее даже пробовала продавать ну продать но продавец из меня тот еще я когда-то составляла на нее описание описание раздавала просто подписчикам и вещеца то неплохая на самом деле сама по себе здесь пряжа достаточно хорошая тут альпака силка от drops и меринос бобины в два или в три сложения не помню поэтому он такой вот достаточно толстый и очень красиво легла платочная вязка но для этой модели я наверное взрослая ну то есть это такая молодежная модель да на кожаную куртку это что-то такое вот ковбойская что-то такое ну в общем по мотивам сойка пересмешница как голодные игры я вязала по мотивам смотрел на картинку придумывала модель неплохая моделька но я ее не ношу и носить не буду и дарить не хочу потому что пряжа здесь очень хорошая и быть может я юри ну как бы эту пряжу реализую более носибельную вещь у меня сынишка подрастает может я снуд ему свяжу такой знаете прямо большой-большой может капюшон вообще связать из из этой пряжи мне кажется тоже будет неплохо что-то придумать и сделать поэтому да это однозначно будет распуск я над этим думала очень давно поэтому это уже ну как бы решенный вопрос и это уже не обсуждается вот это три решенных вопроса три вещи у меня вообще с цифрой 3 как-то завязан весь апрель три финиша у меня было я оставлю вам ссылку три старта у меня было в апреле и собственно говоря три вещи которые я решила убрать из своего гардероба 3 вязаные вещи конечно же да по поводу минимализма я буду продолжать наверное искать какую-то информацию да и действительно нас окружает слишком много вещей которые нам в принципе не нужны у меня было золотое правило когда я делаю генуборку и в любом месте моей квартиры я смотрю на вещи с точки зрения пользовалась ли я этой вещью в течение года хотя бы раз то есть пригодилась ли мне эта вещь нужна ли она мне но я не могу себя пока систематизировать наверное или как-то останавливать себя когда например я иду по магазину в расслабленном состоянии не думаю ни о чем и делаю спонтанные покупки например недавно я купила спрей для волос хотя им вообще не пользуюсь потому что волосы очень быстро жирнятся и я вообще редко пользуюсь такими вещами очень редко но только на кончике иногда и и очень хорошие ну профессионально беру обычно тут меня что-то вот спонтанно сподвигло я смотрю на этот бутылёк и думал зачем я его купила вот зачем лучше я купил новый шампунь ну в общем и целом спонтанные покупки у меня все равно есть и я хочу немножко видоизменить наверное свое мировоззрение в этом отношении но вот по поводу вязаных вещей я какие многие из нас не могу остановиться наверное вовремя и мне тоже очень хочется делать новые покупки ну пока нет а дальше посмотрим я же вам все обязательно расскажу покажу и мы с вами все посчитаем решила сделать в этот раз не ежемесячные выпуски готовых работ и купленных аксессуаров и пряжи а за квартал наверное сделаю чтобы было интереснее да побольше работ посмотреть и узнать сколько же связано сколько куплено вот а сейчас я вас приглашаю посмотреть что у меня осталось из моих запасов пряжи и хватит ли этого на лето вот ну что вот они мои скромные запасы как вы можете видеть у меня не так много осталось бобинок но они все-таки есть причем при всем при этом присутствует смотрите какие яркие цвета фуксии коралловый цвет я очень люблю покупать на самом деле яркую пряжу но вязать из нее как оказалось не очень-то люблю вот она у меня в запасах и лежит а вот это вот лежит два от вида то есть у меня есть вид в запасах мой любимый ненаглядный и здесь можно разгуляться в любом проекте придумать что-то оверсайз даже мне хватит но пока не знаю здесь у меня в коробочке лежит пряжа drops это drops andes и drops забыла дроп слима но лежит это запасах потому что я понимаю что лима мне скорее всего не хватит на проект нужно заказывать поэтому она лежит ну и в принципе это уже достаточно толстая пряжа ну я думаю что в середине лета я начну ее реализовывать если все упадет как и прежде как и раньше здесь вот в этом уголочке у меня лежит огромный запас ну относительно огромный запас различных клубочков моточков из которых я хочу придумать модель такую знаете прямо вот чтобы не то чтобы все реализовать но все попробовать там буйство цветов на самом деле но они все относительно подходят друг другу там различные фактуры различные метражи и вот все это сочетать компоновать в одно изделие мне кажется это очень интересно и увлекательно вот ну и собственно говоря на самом деле это все что у меня есть на сегодняшний день два проекта в работе и вот все что осталось но я думаю что мне на лето хватит как вы думаете ну а на сегодня у меня все я надеюсь я скрасила ваше времяпрепровождение отлично повязали если это действительно так и вам понравилось это видео обязательно ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал ставьте колокольчик будут у нас с вами еще новые видео ролики новые болталки а также новые готовые работы ну по крайней мере мне хочется в это верить а на сегодня у меня все с вами была ольга всем пока пока до новых встреч